Потому что клинч не нужен, это очень неудобная дистанция, это теряешь силы по-напрасному и ничего не сделаешь. Но очень широко ставит ногу португальцев. Да, так ему главное стоять на месте, ему главное не упасть, вот и всё. И каким-то образом отмахнуться. Ну а, понимаете, это ещё и неудобно для Басенгуру, потому что если нога соперника впереди, её не перешагнуть вперёд. Третий раунд, а в общем-то не могу сказать, что Басенгуру подобрал ключики к оппоненту, пока нет. Понятно, побеждает, но такая неяркая, очень неяркая победа. Не похож на себя сейчас Заурбек. Наверное, впервые он встречается с таким неудобным боксёром, поэтому не знает, что делать. Ну а стандартные подсказки секундантов здесь не помогут. Не пытается это сделать, но не всё получается. Ещё раз хочется сказать, что всё будет зависеть от того, в какой физической форме, в какая выносливость у португальца. Потому что да, пока он вот такой, какой он есть. А что будет через пару раундов? Да, впереди ещё... И потом, если хотя бы один удар точно пройдёт у Заурбека, тогда, конечно, очень трудно будет португальцу продолжать этот поединок. На фоне возрастающей уталости, ещё пропустив сильный удар, там, конечно, он сдуется, мне кажется, гораздо раньше. Но вот пока я не видел, пожалуй, ни одного точного удара не с той, ни с другой стороны. Даже я не видел, что примерно боксёры прицелились или там как-то вот таким мощным ударом промахнулись. И с той, и с другой стороны оба спортсмена видят начало атаки и уже знают, куда уходить и как уходить от удара. Да, я знаю характер. Заурбека понятно, что он не остановится, но желание победить здесь, это не самое главное, пожалуй. Потому что здесь именно умение, а умений у него достаточно, главное сделать так, что правильно, правильно поставить бой. Мы наблюдаем то, что здесь у него желание перехлёстывает. Слишком уж очень хочет победить. Но он такой максималист вообще по себе. Иногда это его подводило, как вот в том поединке с американским боксером. Ну, посмотрите, вот там сейчас внимательно довольно крупно показывают угол португальца. Устал, устал, ничего не скажешь. Да, так интересно наблюдать за португальским боксером. Ну, вот мне его мимика ничего не говорит. Как будто это немножко наигранная усталость, что ли, или какое-то там нежелание выходить в рынки активно, проводить бой. На мой взгляд, он для себя уже решил, отработал половину боя. Как бы план минимум он выполнил. Все, закончен бой. Ну, да. Ну, по выражению его лица было видно, что я сделал все, что мог, ребята, оставьте меня в покое, больше я не могу. Ну, и очередной раз хочется сказать о чем. Вот три боя мы с вами посмотрели, где довольно, в общем-то, легко выиграли боксеры. Вот, Серб, победивший в предыдущем поединке, да, и Устинов наш, который тоже был явно сильнее. И сейчас, вот, Бессангуров. Ну, не думаю, что эти, вот эти бои очень же много дали им в каком-то плане, да, подготовки, роста и вообще. Совершенно. В карьере что-то они, какой-то определенный этап у них. Нет. Да и зрителям они не были нужны, согласитесь. Нет. Ни боксерам, ни зрителям. Зерители просто так и отреагировали, ну, потому что, действительно, бой получился. Мы болели, конечно, за Бессангурова, желали ему победы, но вот такой сердечник ему попался, и поэтому, наверное, большого удовлетворения от этой победы он испытывать не будет. Хотя, все равно, еще одна галочка в послужной список, еще одна победа, таким образом, 25 выигранных боев, 24, простите, выигранных боев и всего лишь одно поражение в карьере. Спасибо. Спасибо. Спасибо.